вот молодец вот сейчас все правильно делаешь вверх вверх вот хорошо прям ловишь хорошо мне нравится сейчас нет давай давай повнимательно не слушай никого делай не дергайся вниз вверх выстреливаю вверх вся работа опа вот-вот да 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 руки включи и 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 А кто-то у нас второе упражнение тебе написал, по уходу Не, только уходи в разношку Да, братан, да Что видно? Пацан реально в слышу пол-лесень пошел? А? Пацан реально в пол-лесень пошел? Кто знает Наверное Связался с другими компаниями и все По полу стою Наперед заваливаешься На переднюю ногу, надо на руки ноги распредлять До обеда прыгал, а вечером не хочет прыгать Зачем сильно прыгать? Расслабляй руки, пусть ногу положит Переднюю чуть-чуть подальше Вот, вот, да, да, да Чтобы повнимательнее на обе ноги, на обе Вот, да, 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 да Ну-ка, давайте, кстати, не хоть тяжело, потому что я посмотрел Сейчас я до планы Ну, подстраиваю план Я смотрю, там очень много отметок Там, где нужна была мне информация Поэтому я на обуму писал Во всяком случае 50 кг, но ты никогда и не делал, в принципе Там другое что-то То ли приседание, что ли Всегда, даже если ты Грачевский план выполняешь Который он написал Ты там все равно ставь, отмерьте Потому что я смотрю не только свои планы А вот то, что ты, например, днем сегодня делал Надо же было понимать, как ты вот сегодня делал Что там, легко и тяжело там, ты брал Дальше вперед Успеваю, успеваю Вот, вот так правильно Отрабатываем И руки втыкаем На пятки старт делаем Речь под ворот Вялый подворот Рез Вот Хорошо В таком же рядухе Вот, супер вообще Камера как раз снимается Ну, поспешил немножко Но Попешаем, но нормально Сама разножка хорошая Что было и что сейчас Недавенимо Недавенимо А про то что было Сколько ты ходишь ко мне? Ну, не знаю В месяц? Польше месяца Ну, два? Два месяца Какой эффект Какая была разножка И какая сейчас Только надо еще на больших весах ее Проработать Проработать Да, проработать Правильно Проработать 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 У всех У всех У всех Штангу опускаем Старкого положения не так Вот Не так Во-первых Должен накрыть И так же опускаем, и не вот так вот садимся, а вот садимся, вот, вот этой частью садимся, не вот этой частью, а вот этой, вот, раз, у тебя и накрывчик, и ты на пяточках садишь, видишь, и начинаешь поднимать с пятой, а ты садишь вот так вот, что тут работает вообще, тут мышцы нету, одни кости. Надо вот, чем работать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот, да. Нет, уже неправильно. Накрыв. Накрыв. Данила, нет, накрыв. Вдох, подняли, выдох. Задержка дыхания. Выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Выйдох. Давай, накрыв. Давай, накрыв. Вот. Вот. Ты особо не затягивай. Что? Ну, швунг это, это не хачковское упражнение. Нужно вот. Резкость, не забывай, потому что сейчас, прибавляя, ставь волтинник, или даже 55, сейчас вес у тебя вырастет очень быстро, а взрывное усилие его надо с самого начала, с самых маленьких весов держать. Потому что размешивать, как говорится, не правильно, поэтому очень сложно, но в большом весе, с самых маленьких весов держать. Данилову страховать будем на полтиннике. Хорошо. С двух сторон ловить, чтобы, я просто один раз его, знаете, страховал, поймал штангу, и у меня опять спина начала болеть. Ходил, ходил, ничего не делал, блин, специально, чтобы восстанавливать, а тут, блин, подстраховал, и все, и опять заново, и все. А мы с тобой с ногу, как лифтеры, страхуют, ну, полтинник, что мы не поймали. На 5 километров. На носках лифтеры селишь, в сети. Полная ступня, вот, вот так. Какой, кстати, 70? Нет, уже нет, давай 60. А, ну давай 70, если легко, давай 70. Полная ступня, еще один заход. Нет, что-то. По тренировке вот это упражнение варьет. А куда в следующий? Каждый день по своему важному. Пришки для ногу тоже. Вот это для класса, правда. Потому что сейчас болтануло, тут не глубоко упал, просел. А вес сейчас увеличишь, и будет еще хуже. Тренируем падение все. Ловим в самом низу. Не вот здесь вот, когда ты сел, и бух, она у тебя бить будет. А вот, вот здесь вот, бух, бух, оп, просел. А не здесь. Не здесь, чтобы прям явного такого просаживания не было. Стараемся прям возле пола ловить. Загоняем себя вниз. Тащим вниз ногами. В голове прокручивается. Пресс покачается. Можно после тренининировать пресс. Опять колено? Замотай ментом. Я вам рассказывал, что вы должны с собой носить, братаны. Я же не могу вас всех обеспечить. Я не... Если бы я был каким-то миллионером здесь. И это был бы мой зал, я бы вас всех. И питанием бы, и... Экипировку бы дать. Я вновь не могу купить. Может быть, зато вот. В воскресенье в нашем поеду. Там куплю. Надо лекобластырь купить. Или как он называется? Ледовый лип. У тебя есть бинты с собой? Да. Да, Эм. Пусть потренируйся. Только третий раз нормально. Давай еще один подходит. Давай не забываем накрыв. Прием на пятки. Вот, да, да, да. Без остановки. Данил, давай-давай-давай, шуруй. Не дергайся вниз. В зеркало смотри. Дергаешься вниз, дергаешься. Ты упал, а она еще здесь висит. Потом только падает. Смотри в зеркало на себя. Когда он подсаживает себя. Чтобы контролировал хотя бы визуально себя. Далеко? Да. Восемьдесят на. Да. Вова, давай четко. Переверну на другой вес. Все внимание на 7. Когда делаю рог, у нас очень много внимания, да? Съем, подрыв, падение вниз. А тут не надо ничего. Тут концентрируешься только на одном падении. На падении, на втыкание руками. Но сейчас маленький вес, только одно падение. Это когда 50 будет, там да. Там уже думаешь, что не только руку отметь. И поаккуратнее с прибавками. 5 килограмм. Ой, да, 5. У тебя 35 стоит? Да. Да. 35 стоит. Сказал, просто только тапкор. А? Только тапкор. Там вот сразу поднута. Да ладно, вообще. Блин, дай бог, блин, здесь будет не мешало. В седе ловим. Не через ПП, а в седе. Ты ловишь высоко очень. Опа, упал, внизу ловишь. Ты уход же делаешь для этого. С врачом гнев. Вот сейчас, вот третий раз более-менее, правильно? Потому что силы уже нету. Данил, вот случилось то, о чем я тебе говорил. Вот как ты вот так вот делал первые разы, так у тебя сейчас и поднимается. Нету вот скорости, нету. У тебя должно быть как толчок. Когда ты толкаешь, ты делаешь пасы. Бэм, взорвался. Бэм. Вот точно так же и здесь сейчас должно быть. 5 килограмм прибавить в сумме. Правильно взял на грудь только в третий раз. Когда ты взял более-менее возле пола. Все остальные разы, ты ловишь ее вот тут вот и просаживаешься. Ты не думай о том, что тебе поднимают еще три раза, что тебе там силы надо как-то экономить, может быть. Я не знаю, о чем ты сам думаешь. Ты себе ставь задачу. Вот тебе надо сейчас поднять первый раз и поднять его правильно. выложиться, показать все у себя, скажем так. Если ты устанешь, тебе будет тяжело. Я тебе скажу, не надо третий раз, не бери. Сделай только два. Не надо там силы откладывать на третий раз. Я еще перемотаю. Я еще не очень тупо. Перемотаю. Я тебе говорю, что я же видел, что не очень тупо. Вот, да-да-да, можно еще быстрее. Вот. Казалось бы, чем отличается 40 кг от 50 кг делать уходы? Ведь любой предмет падает с высоты с равной скоростью, да? 9,8 и 8,9 кг. Вот, 9,8 кг. И, казалось бы, в чем разница? 50 кг ты держишь, падаешь или в сторону. Так же будет падать с одной скоростью. Значит, смысл в чем? В том, как реагирует тело. То есть нужно не закрепощаться, а так же поднимать. Не бояться. Не терять вот эти трое секунды, которые мешают нам. Понятное дело, что, может быть, конечно, и имеет значение. Но так-то вот, чисто теоретически. А то ты уже тренироваться не начал, а уже накрутил на себя. Я, полкни, не Казани, не знаю здесь заниматься. Надо всегда отгонять эти мысли. Если тренер написал, значит, так и нужно сделать. А то сейчас захерачил 45 кг, а полкни, не дай вообще делаешься. А нам нужен полкни. На носки, на носки лови. На пятки лови. Не отпрыгивай назад. Вот сейчас, правильно, сейчас не отпрыгнул, не поймал более-менее нормально. Повтори то же самое, только на пятки. И все падают. Давай, 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 третий раз. Вот она работает. Посыл резкий, посыл. Блин. Ты что сделал? Данил, знаешь, что ты сделал? У тебя был не посыл вверх, а опускание вверх активное. Ты взял вот так вот, и все. Ты даже не выпрямился. А нужно наоборот делать. Ты садишься и резко выпрямляешься. Но ты правда даешь. Делаешь на грудь без посылов. Без жима. И в тетрадке забыто написать. Нули поставь. Вместе с единички? Да. Что, страхуем? Не, не надо, он сделает. 55, если захочет, тогда подстрахуем. Но завтра вот так тренировок. Лучше не травмироваться. Травмы давим, чтобы получше. Чуть-чуть подкинул. Не надо подкидывать. Ну вообще, красавчик. Я не смогу. Последуем это что-то очень часто. Как что-нибудь напишу такое, либо давно не делаемое, либо что-то новое. Ой, я это не сделаю. Доходит до этого упражнения и делаю. Самоуверенность отсутствует. Ну, я про что и говорю. Не надо ни в чем никогда сминиваться. Особенно на соревнованиях. Как только эта мысль залезла, ты разминаешься, а тебе надо начинать там. В твоем случае, например, с 50 или с 53. А, блин, я никогда не начинал. А, я на тренировке там бывшие полтинника не рвал. Как же я буду поднимать? И вот, блин, всю свою разминку, минут 20 ты ходишь, об этом думаешь. Никогда не надо об этом думать. У меня с сотку встать? Да. Наоборот, надо быть уверенным. Раз ты 45 херачишь по 2-3 раза. Если ты полтинник, ты на раз вырвешь. Тем более, плюс соревнования, эмоциональный подъем, подводка. Ты в своей лучшей физической форме. Спортсмен никогда не знает, какие у него результаты, когда у него отлично спортивные силы. на носки поймал. И начал сейчас носку. В пяток начинаем натягивая на себя. Третий раз, более-менее. Немножко на старте носочки разводи. Немножко развали. И тебе... То есть вот так застанешься, а немножко разведешь. Ну вот смотри, вот так вот я сейчас держу, и если разведешь, видишь? Ты штангу немножко к тебе сможет, поближе. И, соответственно, с пяток будешь снимать. Не надо упираться. Оф, ты сейчас мог травму получить. Данил, подниму ему на... Как его называли? На стойке. Подтянул ногами, и когда она ее чуть-чуть куда-то... Твоя задача просто посидеть, подержать. Не надо упираться и ее стараться как-то держать. На больших кресах можно получить травму. Поэтому сидишь и ждешь. Упадет, упадет. Упала, упала. И то, ты ее взял, ее вот так вот отпустил. Надо вот, руками сопроводить. А то по крестцу упадет, по задницам. Чуть травму можно получить. Или кожу деревь. Не подкидываем ее, а падаем вниз. Я задумался его. А вот казалось бы, почему не поднял? Ты же предыдущий подход поднял. Я не поднял. Не, а вот почему? Ты же тогда поднимал четко все. Усталость. А какая усталость? Он же всего лишь падает, упирается. Он же не поднимает, не качает ноги там. Это же ни тяга, ни приседания. Ну ладно, включай. Ну я поднимала. Что с тобой? Психологическая, готов. Надо сосредотачиваться. Плюс, возможно, что это один из сигналов перетонироваться. Не может сконцентрироваться, собраться. Не хватает уже за палку. Ну и плюс большой вес. А сегодня я так целый день буду сидеть, перечисляться, ждать потом. Выступишь. Ой, все. Пошли, опроводание. Ну и я тут уже сказал. Все ходили 4 локового, а они взяли на сосуд кушлям и только пришли. Да ладно, они подходят, делали уже крышу. Ты когда-то все ракетно ранил, помнишь, я тебя закрывал. Все еще будет, да? Носочки не забыть развозить. Чуть-чуть, чтобы не особо не сказывался. А то технику теряешь. На носки поймал. На носки поймал и просеял. Высоко очень поймал. Все дела верь. Давай, 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 без остановки, Данил. Что это за тренировка такая? Я же тебе 3 раза делал, а не 3 подхода по 1 раза. Давай, давай, Данил, блин. Это не тренировка. Какой здесь вес? Что? Ну, штат за 95. Надо по 3 раза делать. Не надо по 2. Если не хватает сил или не можешь, то так и скажи. Большой вес. Все, я не сделаю на 3 раза. А вот эти все остановки, да, если ты сейчас вот так вот останавливался, стоял бы и ждал, может быть, ты бы и сделал 3 раза. Но мне это надо. Довольно, вот пошло. Все? Пошло что здесь. Что пошло? Ну, как будто горло не снижилось. Не знаю, зачем. Не, а еще как-то. Это горло пошло. Может, ты болеешь? Ну, горло пошло. Нифигасе. Сколько ты уже будешь после болезни? Ну, что пойдет? Не могу так долго. Ну, тогда, может быть, еще и дешевые тренировки нужны, а не такие, которые я пишу. Я тут думал, ты уже выздоровел. А у тебя, оказывается, горло еще болит. Давай-то дотолкай, делай тягу и все. Еще делай. Дотолковый 95. Где... Сколько еще подходит? Еще на. Вот. Ставь 95, делай два подхода, доделывай тягу и все. а ноги покачаешь задом. Вот именно... Приседания. Да, Грачев тебе напишет план, тебе, Грачеву, скажи, в конце плана напиши мне вот это приседание. А, какие вот эти? Я же не виски написал, просто написал по 4 по 4. Ну, вычислите опытным путем. Ну, в районе 150, наверное. Посмотрите. Главное, чтобы вот приседания у тебя такие были. Не дайте, которые там делаются на 1 раз, на 2, на 4 раза проработать. Надо немножко погрузиться, что это за тренировки были? Приседания в студии с полчатой, вообще 10 по 1 разу. Ну, это же не тренировки. Это на 90. Это проходки каждый день. Они... Я на 90 поработал, 2-3 подхода, а потом верну. Они не способствуют. Ну, вот этот толчок это. Я на 90 поработал, 2-3 подхода, и пошел верну. Наоборот, истощаем организм, когда ходим на пределы. Даже приседания, даже в тяги. Истощаем свой организм. И физически, и психологически. Истощим. 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 Давай на нём башню, ё-моё, потерпи два подхода, повыкладывайся. Да. А ты, получается, как прогулку, скажи, один раз поднял он до кно, второй раз поднял он до кно. Надо грузиться, тем более соревнования ещё впереди, ещё есть время. А потом будет поздно перед соревнованием. Высоко взял. Все дебери. Вот такой темп, да, 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 да. Вот это работает. Вот это правильная тренировка, Даним. От такой тренировки будет прогресс. Отдохнул, хорошо? Там у нас. Просто есть милосы. Что я сделал? Отдохнул просто. Не, а потом, честно скажу. Отдохнул просто. Ходить надо, а не сидеть. И ты будешь быстрее восстанавливаться. И наброска не будет такая сильная на организм. Представляешь, ты выполнил подход, у тебя там 200 ударов в минуту, пульс. И ты берёшь и садишься. Какую нагрузку ты создаёшь, чтобы у тебя кровь с каким давлением циркулирует, и ты сел и не двигаешься. И давление какое-то сразу в организм разрастает. Нагрузку насилием. Походил, постоял, походим. Я вам даже не сижу по привычке того. Потому что, сколько там, 20 лет ходил каждый день между подходами. Быстрее восстанавливаемся, быстрее делаем следующий подход. Быстрее проходит тренировка. Одни плюсы. А всё-таки надо просто походить. Это же легче, чем в любом случае, чем штанг. Потому что нам надо не изнастить организм, а стимулировать его просто. Давай, всё точно так же. Снимаем с пяток. Ловим в седе, ловим. Не надо через ПП. Но хорошо. На носках давить. В седе, на пятках сидим. Вот. Самый лучший раз был первый. Второй говно, третий средний. В плане, как сидит он. Нормальное говно. Ну, средненько. В итоге вышло. Нет, я имею в виду средний. Да, я понял. Средний вопрос. Да, это вроде как хорошо. Хорошо, но средненько. И так и ток подвели. Глупо. Поясницу держим. Нету подрыва. С спиной работает. С спиной работает. С спиной работает. В последний раз не бросаем, а опускаем. И опускаем не скрязем по ногам, а то аж сучно. Протвешься. Так быстро. Вот. Висит на спине. Висит. Висит. Тяга. Это продолжение классического упражнения. Потому что она повторяет траекторию подъема просто без ухода вниз. И не забывай, в подрыве над спиной дорабатывает спиной. Ты просто встаешь и делаешь вот ногами толкаешь. А нужно вот встаешь и делать мак спиной. Вот. Вот этот мак спиной. Работу спиной можно делать. Потому что вся мощь в подрыве. Обратите внимание, что сейчас чемпионат мира проходит. Сейчас очень много ссылок в социальных сетях люди выкладывают. Обратите внимание, как спортсмены понимают. Они вот выгружают полностью ноги. И вот здесь работает одна спина. Ну, спина. Здесь идет амортизация. И еще и ногами, конечно, работают. Но. Факт в том, что вот они встают. Вот спина. Задает тент. Да. Да, да, да. Вот так. Опять бросим. Ну, все, Даня. Не сайте мой себе распутся. Привычек все. Пошла. Не об этом. Да. На носках начал. На пятках начинаем. Не бросай. Вот, вот. Да, 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 да. Вверх, назад. Вот, да, 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 да. Вот, да, 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 да. Вверх. 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 Я все. Следующее упражнение. Там тяга еще. Это до этого? Да. Только эту тягу он минут двадцать делал. Ну, сделал уже. Что-то. Там ее делать-то, блин, два подхода. Вверх. Давай, встягивайте. Давай все. И что? Что-что, прибавляй и отдыхай потом. А не перед подъемом. Положение спины не меняй, угол спины не меняй. Вверх. Быстрее вверх. 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 Продолжение следует...